Над уборкой в парке начали работать сразу после схода снега. Тем не менее, и сейчас работа кипит. Убирают листву, красят аттракционы, а некоторые из механизмов приходится реанимировать после зимы. Весна у нас долго в гости шла. Работы проводим в ускоренном режиме. Сейчас активно наводим уборку, субботники, различные наши строительные работы, как мы успели наблюдать. Стараемся к 1 мая успеть, чтобы парк уже был, ну, как можно, красивее, наряднее. Как и в других парках Видного, на открытии сезона, который состоится 1 мая, всех посетителей ждет развлекательная программа. Теперь этим занимается специально созданный для организации их мероприятий отдел. Название общей программы у нас «Расти, цвети и развивайся». Открытие у нас запланировано на 1-2 мая. 1 мая мы открываем центральный парк, его название «Расти», потому что у нас главной фишкой открытия в этом парке будет открытие своего паркового огорода, куда дети и взрослые могут прийти и посадить свои овощи, фрукты и так далее. В открытии сезона примут участие коллективы муниципальных учреждений культуры, территориальные советы молодежи и волонтеры. Всего будет задействовано порядка 50 человек. Посетители центрального парка ждут и новые аттракционы. В прошлом году у нас были закуплены благодаря поддержке депутатом особого думы «Жука» два аттракциона, это два батута и паровозик. Они сегодня проходят, соответственно, все необходимые проверки и уже с 1 мая будут работать для наших детишек. В этом году в парке на протяжении всего сезона планируется проводить развлекательные мероприятия. Это будут танцевальные программы, мастер-классы и интерактивные игры. Грядут изменения и в близлежащей инфраструктуре. Кафе с двусмысленным названием «Жажда» закрылось. Новый арендатор планирует открыть здесь детское кафе, что вполне логично. Сейчас проходят конкурсные процедуры по предварительной информации. Новое кафе откроется в конце июня-начале июля этого года. Но главная работа в настоящий момент ведется с аттракционами. До открытия осталась неделя, и за этот срок нужно еще и пройти проверку необходимых инстанций. Сейчас проводятся техническо-регламентные работы по приведению аттракционов и всю нашу механизацию в соответствии с требованиями Адмотехнодзора. Потому что после их заключения аттракцион имеет право эксплуатироваться для обслуживания населения. Тщательно исследуется надежность и безопасность устройств. Каждый аттракцион в ходе проверки получит разрешительный документ. И 1 мая ворота обновленного парка распахнутся перед маленькими ведновчанами и их родителями. Максим Козлов, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.